Кредитная система в России в 90-х годах была очень неблагоприятной для обычных людей. На рынке действовало множество недобросовестных кредиторов, предлагавших заемщикам непрозрачные условия и огромные проценты. А практика криминального ростовщичества была широко распространена и стала основным способом получения кредитов для многих людей. Это приводило к массовому обману вкладчиков, которые теряли свои сбережения. Однако в последующие годы государство начало реформировать кредитную систему, чтобы сделать ее более честной и прозрачной. Был принят федеральный закон о защите прав потребителей финансовых услуг. Законы о банковской деятельности, обеспечивающие контроль надеятельностью банков и других финансовых организаций. В 2001 году была создана Федеральная служба по финансовому мониторингу. А в 2004 году – система страхования вкладов, которая гарантирует возврат вкладчикам денег в случае банкротства банка. Новые финансовые продукты и услуги обеспечивают большую гибкость и удобство для заемщиков и вкладчиков. Только в 2022 году по программе льготных автокредитов продано 34100 авто, а объем скидок составил 7 миллиардов рублей. При оформлении семейной ипотеки на 5 миллионов рублей за 20 лет можно сэкономить на процентах около 4 миллионов рублей. Также продолжает работать программа кредитной поддержки системообразующих организаций. Российская кредитная система прошла долгий и сложный путь преобразований, что позволило создать более честную, прозрачную и защищенную среду для заемщиков и вкладчиков. Хороших вам новостей!